Витаю! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Призываю вас подписываться, ставить лайки, распространять ссылки на это видео, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами приступаем к очередному видео с оперативной обстановкой за прошедшие сутки. Итак, сегодня 8 августа, время в Киеве 16 часов. Очень знаменательная дата, очень хочу начать с этого. Сегодня 14 годовщина трагедии в Грузии. Вы знаете, 8.08.2008 Российская Федерация вероломно напала на Грузию. Были захвачены два региона, Абхазия и Северная Осетия. Очень война длилась в основном на 5 дней. Основная фаза войны. Очень трагичные были ситуации. Грузинская армия, конечно же, уступала в численности, но не уступала в боевом духе. В первые дни войны, особенно операция в Цхенвале, когда есть примеры, которые, на мой взгляд, войдут в учебники военного по тактике действий, когда батальон спецназа разгромил мотострелковую бригаду вооруженных сил России. После чего Россия собрала все огневые средства со всей территории и повторила, в принципе, Вторую Чеченскую войну. Повторила то, что они делают сегодня, повторяют на нашей территории, а именно тактику огневого вала, тактику выжженной земли. Ну, я желаю грузинскому народу, наконец, прозреть по поводу России и снять розовые очки, что договориться с ними невозможно. Если вы хотите вернуть свои территории, то вам надо бороться. Если вы не будете бороться, завтра вы окажетесь в СССР 2.0, которую строит российский диктатор Путин. Ну, а мы приступаем к нашим событиям на фронтах и начинаем, как обычно, с Волынского и Полесского направления. Там ситуация без изменений. Российские войска на территории Беларуси продолжают наращивать системы противовоздушной обороны. Разворачивая их, пытаются вести активную воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кстати, за прошедшие сутки был сбит один из них. А в остальном ситуация без изменений. Мы оборудуем границу, они тоже несут дежурство вдоль границы и оборудуют ее в инженерном отношении. Правда, опять же, все это оборонительные действия. И нас это удовлетворяет в том плане, что они не формируют ударной группировки. Северское направление. Здесь продолжаются обстрелы нашей территории со стороны Российской Федерации. Ведется активная разведка беспилотными летальными аппаратами. Количество войск без изменений на северском направлении, то есть вдоль границы Сумской и Черниговской областей, количество российских войск на сегодняшний день не меняется. Те войска, которые прибыли в Курскую область, мы говорили несколько дней назад, с вами о них пока там и остаются. Передислокации их не наблюдается. Харьковское направление. Это артиллерийские авиационные удары и, опять же, активная воздушная разведка. Такая активность воздушной разведки, на мой взгляд, может говорить о том, что они все-таки собираются активизировать боевые действия. Иначе какой смысл так тщательно проводить разведку? Активизировать боевые действия и, возможно, предпримут все-таки проведение наступательной операции. Хотя, по данным разведки, тает вероятность того, что наступательная операция может начаться в ближайшие дни. Но об этом чуть ниже. Далее, славянское направление. Это артиллерийские авиационные удары. Боевой активности не отмечено. Идут позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими и авиационными ударами. Краматорское направление. Артиллерийские авиационные удары. Позиционные бои. Противник ввел наступательные действия в районе Верхнекаменского. Все атаки противника были отбиты. Противник отошел на свои позиции. Фронт не изменился. Бахматское направление. Артиллерийские и авиационные удары. Противник ведет разведку с помощью диверсионно-разведанных групп. Причем личный состав никто не жалеет. Не считаются они с потерями. А это говорит очень о многом. Это говорит о том, что у них не хватает уже сил наступать батальонно-тактическими группами. Поэтому они отправляют диверсионно-разведанные группы. Это намного меньше. Но при этом они получают приказ атаковать наши позиции. То есть они должны создавать для нас иллюзию вот такого массированного наступления. И это идет... Мы обнаруживаем эти группы. Они выявляются и уничтожаются. Потому что они малочисленные, неподкрепленные, как правило, броней. То есть их отправляют со стрелковым оружием. Поэтому при обнаружении они довольно легко уничтожаются. Они их посылают опять. И вот этот непрерывный поток создает впечатление, что постоянно идут штурмовые действия наших позиций. Такие группы были обнаружены и уничтожены в районах Бахмута. В районе Бахмутское. Это населенный пункт там же недалеко. Яковлевка. И населенный пункт Яковлево. Уже большими силами, не только диверсионными группами, но противник пытался вести штурмовые действия в районе самого Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины. Все атаки противника были отбиты. Противник отошел на исходные рубежи. Авдеевское направление. Артиллерийские и авиационные удары. Противник в позиционные бои. Противник пытался наступать возле Авдеевки, Пески, Невельское. Все атаки противника были отбиты. Вражеские войска, понеся потери, отошли на исходные рубежи. Еще раз напомню, там идет информация в средствах российских пабликов, что якобы какие-то там спецбатальоны, войск ДНР зачищают Пески. Нет, Пески находятся под нашим контролем. На юго-восточной окраине есть небольшой кусочек, где закрепились российские войска. Весь остальной населенный пункт находится под контролем вооруженных сил Украины. Никто никакой зачистки в Песках не ведет. Новопавловское и Запорожское направления. Артиллерийские и авиационные удары. Противник вел наступление в направлении Марьинки и Шевченко. Был встречен точным огнем наших войск, отошел, понеся потери на исходные позиции. Так что фронт не изменился за прошедшие сутки, не сдвинулся ни в одном направлении. На южно-букском направлении противник ведет оборонительные действия, пытаясь предотвратить наше продвижение вперед. У нас есть успехи на отдельных участках фронта. Мы продолжаем оттеснять противника и продвигаться вглубь, точнее в сторону реки Днепр. До Днепра, конечно, еще далеко, но тем не менее мы имеем успех. Далее, на море тоже ситуация не меняется. Там до четырех носителей ракет «Калибр» находятся в готовности к пускам ракет. Они, кстати, осуществлялись за прошедшие сутки, мы наблюдали. Кстати, активность ракетных ударов возросла за последние сутки. Они пытались наносить удары, почему говорю пытались, потому что не все ракеты достигли целей. Часть, большая часть, кстати, ракет в этот раз за эти сутки была сбита нашими войсками, силами, воздушными силами. Есть особенность, например, в Виннице. В Виннице были по военным объектам применены ракеты «Кинжал». Ну, это отдельно гиперзвуковая российская ракета, которая запускается с самолета Ту-22, точнее, извините, МиГ-31. Истребитель-перехватчик, с него запускается ракета. Дальность этой ракеты составляет от двух до трех тысяч километров. Ракета экспериментальная, не находится в массовом производстве. На сегодняшний день их небольшое количество, так же, как и носителей, так и самих ракет. В принципе, как говорят некоторые ученые, что это переделка ракеты «Искандер» под воздушное базирование. И самолет МиГ-31 используется в качестве первой ступени разгона, а потом сбрасывается ракета, включается ее двигатель, и она на отдельном участке траектории достигает гиперзвуковой скорости. После чего скорость опять падает до сверхзвуковой. Третье применение. По российским источникам два применения было. Это 18 марта по военным объектам в Ивано-Франковской области. И вчера, 7 августа, по военным объектам в Винницкой области. Это по российским данным. По нашим данным, три было применения, еще 9 мая. Пентагон заметил применение вот этой ракеты «Кинжал». Но вы знаете, судя по темпам применения и количеству применения этих ракет, я бы, наверное, высказал предположение, что это идет даже больше, наверное, комплексное испытание. Продолжение, точнее, испытание этой ракеты. Потому что оно не было закончено в полном объеме в Российской Федерации. Далее, ракетным обстрелом подвергся Харьков. В Харьков вообще, можно отметить, очень дикий обстрел. Больше 10 ракет. Жилые кварталы город, жилые кварталы. И центр города сносится просто с лица земли. Очень обидно. И объяснить логику действий Российской Федерации, зачем уничтожать город, зачем наносить такой ущерб городу, который уже, ну, там нету военных объектов, ничего не осталось. Как вот россияне не могут понять, что в городе, кроме мирных жителей, ничего нет. Есть оборонительные рубежи вокруг города, да, ну, в городе, в самом. Но, тем не менее, видите, они совершают одно преступление за другим. Они наносят удары по гражданским объектам, якобы объясняя, что там есть какие-то военные. Но при этом никаких доказательств этому не представляют. Далее, Черкасская и Полтавская области тоже подверглись обстрелам, ракетным обстрелам. Часть ракет была сбита, но часть ракет достигла цели. Это что касается ракетных обстрелов и вообще обстрелов в артиллерии. Николаев забыл, как совсем упустил. То же самое, город подвергался обстрелам прошедшие сутки. Из наших ударов, ну, мы отличились. Здесь вчера было, я рассказывал вам там, очень поработали хорошо воздушные силы наши, учитывая, что вчера был день воздушных сил, вооруженных сил Украины. Поэтому они постарались отметить этот праздник таким довольно большим количеством уничтоженных российских войск. Ну, а за прошедшие сутки комплексные наносились удары по различным объектам. И в основном это были Антоновский мост, Дмитровский мост. Ну, Дмитровский не подтвержденный, ждем подтверждения. Мост Конокаховской ГЭС. Мелитополе база, большое скопление техники и личного состава уничтожено. В Скадовске склады, в Чернобаевке склады и пункт управления. В Олежках склады, Донецк склады. То есть мы планомерно наносим поражение материально-техническим запасам в бойцах Российской Федерации. Кстати, там было много замечаний по поводу того, что наши воздушные силы, авиация. Кстати, наша авиация очень активно работает и даже на Запорожском направлении уже. И я так понимаю, география работы нашей авиации будет расширяться. Особенно после того, как нам мы получили противорадиолокационные ракеты. Ну, о них скажу чуть ниже в международном обзоре. Для тех, кто там писал критические замечания, что нам надавали кучу самолетов, я хочу у вас заверить, что на сегодняшний день Украина еще не получила ни одного самолета от западных партнеров. Ни одного. Мы получили только запчасти для наших самолетов. То есть те, которые мы хотели самолеты, нам их не передали. В Польше командование НАТО приняло решение перегнать МиГ-29 на немецкую базу натовскую в Рамштайме. И мы их не получили. Словакия планирует передать нам 12 МиГ-29 с 1 сентября, не раньше. И сейчас мы имеем заявление Македонии о том, что они нам передадут 4 самолета Су-25. Мы не получили ни одного самолета. Все наши воздушные силы, все, что я рассказывал, это то, что мы сами сберегли, то, что мы отремонтировали, поставили на крыло, как говорят летчики. И сегодня они начинают работать очень активно, начинают работать по российским войскам на территории Украины. То есть освобождать на нашу землю. Вот вроде бы как основные военные новости за прошедшие сутки в Украине. Отмечаю то, что идут очень ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник пытается выманить наши резервы и пытается создать такую иллюзию массированного наступления. Вообще идет, посмотрите на всю линию фронта, вообще идет, везде ведет противник аэроразведку. То есть пытается выяснить точное положение наших войск. Это говорит о подготовке наступления. Они силы противника плавно перетекли там с Донецкого, частично усилили Донецкое, с Донецкого на Запорожское, с Запорожского на Южнобукское направление. И создали две таких небольших группировки в районе Херсона и в районе Кривого Рога. Теперь они создают иллюзию наступления на Донецком направлении, для того, чтобы постараться выманить вооруженные силы Украины с южного направления на восточное направление. И, скорее всего, начать наступательную операцию по нескольким направлениям, где главным ударом будет Южнобукское направление, возможно, Институт изучения войны американский говорит, что, возможно, наступательные действия могут распространиться на всем фронте. То есть от Энергодара до Херсона. На всем фронте 300 километров они будут пытаться наступать. Также возможен продолжение натиска на Донецком направлении, того же, который есть сейчас. Хотя, видите, реально сил не хватает для того, чтобы там осуществлять большие наступательные действия. И, возможно, будет активировано Харьковское направление. И там будут наступательные действия. Но, опять же, главной задачей будет не прорыв обороны, главной задачей будет оттеснить наши войска и попытаться захватить какой-то кусок территории. Ну, например, на Южнобукском направлении это выйти на границу Херсонской и Николаевской областей. Если удастся чуть-чуть захватить еще территории и на самом пике наступательного натиска предложить нам переговорный процесс. Для того, чтобы заключить хотя бы временное перемирие. Потому что больше усилий у Российской Федерации на сегодняшний день нет. То, что они там собирают добробаты по всей территории, их готовность не раньше середины августа. И то, если они их привезут сюда к середине августа, то это будут не войска, это будет пушечное мясо. Потому что они не прошли ни боевое слаживание, не прошли ни тактическую подготовку в полном объеме, как для военнослужащих. Поэтому их эффективность будет практически на уровне вооруженного какого-то партизанского отряда. Я вам серьезно говорю, а у них нет времени на подготовку. И, кстати, там написали в комментарии о том, что сводные БТГ, батальон тактические группы являются наоборот эффективными. Что люди там учат друг друга, вы полностью не правы. В том плане, что сводные БТГ это худшее, что можно было придумать. Почему? Потому что идет смешение подразделений, люди не знают друг друга. А плюс, учитывая, что общее настроение, моральный дух довольно низкий. Нету там брават со знаменами и барабанными маршами на позиции и обратно, и в тыл. А действительно, морально-психологический дух довольно низкий. Возникает очень много конфликтов на этнической, национальной почве. И на почве неприязни между, кто будет выполнять наиболее грязную работу. Поэтому сводные БТГ, для нас это наоборот выгодно. В том плане, что они имеют очень низкую боевую способность. Очень. Неподчинение командирам. Постоянный конфликт между группами по национальным признакам. И конфликт с командным составом. Вот что отмечают сводные батальонно-тактические группы. Потому что, если вы сводите людей с разных подразделений, они должны пройти как минимум двух, а то и трехмесячную подготовку. Для того, чтобы стать полноценной батальонно-тактической группой. Ну, продолжаем. Пусть россияне продолжают в таком же духе. В принципе, нам как раз это на руку. Вот что хотел отметить и донести до вас. В военной обстановке. Что касается военно-политической обстановки и вообще событий вокруг Украины. Ну, вы знаете, мы получаем помощь. Ждем сегодня, как раз к выходу этого видео, наверное, уже появится новость о том, что в Соединенных Штатах наступит утро и объявят об очередном пакете помощи на миллиард долларов. Мы уже знаем, что в этом пакете тоже боеприпасы. Об одном из них я хочу рассказать. Это мы получили противорадиолокационную ракету с дальностью пуска до 150 километров. Она воздушного базирования. Ее подвешивают на крылья истребителей и они пускают. Как только включается российская система ПВО, радиолокационная станция, для обнаружения и захвата целей, сразу же туда уходит ракета. И уже этой ракете никаких других целей не надо. Она идет прямо в РЛС. Если РЛС совмещена с пусковой установкой, как в случае Панцирь-1С и, допустим, Тунгуска и, допустим, Тор-2М, то тогда, соответственно, уничтожается и пусковая, и радиолокационная станция. Если она разнесена, как в комплексе С-300 или С-400, то тогда уничтожается радиолокационная станция. Без РЛС пусковая комплекса С-300 никому не нужна. Она ничего не видит и никуда стрелять не может. Поэтому наша авиация и начинает активную работу в небе над боевыми порядками противника. И помогая нам, увеличивая огневую мощь, помогая нашим войскам уничтожать как можно больше оккупантов. И причем уже работает в глубину обороны. Так что вот такие вот ракеты у нас появились на вооружении. Причем даже если РЛС выключат, вот ее включили, быстренько засекли, цель и выключили. Все, для ракеты уже все равно. Она ее увидела, она засекла, где это место находится и дальше только встречайте гостей. Плюс ракета сверхзвуковая, она летит со скоростью более двух мархов, то есть более двух скоростей звука. И дистанция 150 километров она преодолевает за считанные секунды. Что делает практически невозможным. Ее перехват, да, ее могут успеть увидеть, но перехват сделать невозможно. Уйти из-под удара, там свернуться и покинуть позицию, то же самое невозможно. Она догоняет даже на марше. Вот, так что вот такая вот. Следующая новость, которую хотел сообщить, тоже довольно приятная компания, Байкар. Знаете, да, ее? Это компания, так называется турецкая компания, которая выпускает Байрактар. Так вот, компания Байкар закончила оформление сделки. Они купили землю на территории Украины, в нашей с вами стране, для постройки большущего завода по производству Байрактара. Скорее всего, это связано с тем, что Байрактар уже становится наполовину нашим отечественным беспилотником. Почему? Потому что у нас совместное с Турцией производство ударных и разведывательно-ударных беспилотников. Причем и тяжелых, и легких. То есть Байрактар ТБ-2 и Акинчи и другие. Так что у нас перспектива есть, мы развиваем свой военно-промышленный комплекс. Если еще прозвучало заявление президента Зеленского в отношении готовящихся референдумов на оккупированных территориях. Он дал четко понять, что если Российская Федерация проведет хоть один референдум на оккупированной территории, то вопрос переговорного процесса между Украиной и Россией по урегулированию этого конфликта будет закрыт навсегда. Конфликт будет решаться только на поле боя. Только с помощью вооруженных сил Украины. Далее такая тоже обнадеживающая новость. Швеция отправляет 120 инструкторов в Великобританию. Они будут обучать военнослужащих вооруженных сил Украины, тех, которые учатся сегодня в Британии. Помните, да, Борис Джонсон огласил эту комплексную программу подготовки 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины. Так вот, вместе с британскими инструкторами будут готовить их еще и шведские инструкторы. Так что, и причем миссия инструкторов на сегодняшний день запланирована аж до 31 декабря. То есть, они будут работать по обучению наших военнослужащих. Это говорит о том, что мы будем практически на постоянной основе. В ближайшие полгода мы будем готовить наших военнослужащих для борьбы с российскими оккупантами на территории Великобритании. Ну, и еще одна таких пара. Сегодня позитивные. Несмотря на понедельник и на то, что в Киеве с утра уже прозвучало три воздушных тревоги. Так же, как и по большей части территории Украины, что уже даже несколько ракет было сбито, прилеты. Но, тем не менее, новости сегодня более-менее позитивные. Израиль закончил операцию «Рассвет» по уничтожению лидеров радикального крыла организации «Исламский джихад». Закончили они с помощью, через переговорщиков, в данном случае посредником выступил Египет. Но, организация «Исламский джихад» выдвинула требования о том, чтобы освободить там некоторых лидеров, которые были в ходе операции арестованы на одном из берегов реки Иордан. На что командование армии обороны Израиля ответило, что они в любой момент могут и начать операцию «Рассвет» или, правильнее сказать, продолжить эту операцию. Так что, видите, как эффективно. Мало того, что уничтожили, арестовали, еще и отразили нападение и предупредили, что если будут какие-то непонятные движения, то операция будет просто-напросто продолжена. Ну и тайваньский кризис. Мы же все ожидали, все в напряжении. Обсуждали, что Китай тянет туда пусковые установки ядерных ракет. Даже с дальностью там 3-4 тысячи километров они туда притянули. И все ждали, чем же закончится. Закончилась традиционно гора родила мышь. Китай закончил учения около Тайваня. И войска сейчас прекращены стрельбы, нет пуска в ракет, ничего. Войска сворачиваются и возвращаются в пункты постоянной дислокации. Насколько охватила Китая на 3 дня? Вот вам и великая держава Китай. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Теперь Китаю надо готовиться к проведению учений параллельно к тем, которые анонсировали Соединенные Штаты совместно с Индией. В 100 километрах от границы, которая проходит по спорным территориям между Китаем и Индией. Посмотрим, как Китай отреагирует там. Но на сегодня все учения вокруг Тайваня, на сегодняшний день Китайской Народной Республикой или Китайской Армией прекращены. Вот в принципе и вкратце все основные военно-политические новости вокруг Украины и внутри нашей страны. Ну а мы с вами приступаем к ответам на вопросы. К ответам на вопросы, которые попали в сегодняшнее или попадут в сегодняшнее видео. Не могли бы вы высказать свою мысль на предмет того, что если бы московиты были умнее, и 24 февраля пошли бы одним ударным кулаком с Донбасса, какое было бы тогда развитие событий. И справились бы мы в такой ситуации. Ну смотрите, с Донбасса справились, я думаю. Даже если бы они пошли одним ударным кулаком. Во-первых, если бы они начали накапливать свои войска на территории Украины, не вдоль границ, вот как это было во время этих учений. Понимаете? Одно дело, когда они находятся за пределами Украины. Другое дело, когда они, допустим, втягивают войска на нашу территорию. Я имею ввиду оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Тогда бы и реакция наша была совсем другая. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Линия обороны на Донбассе, она строилась 8 лет. Она укрепрайон. Вы видите, что там, где они не смогли зайти к нам с тыла, то есть я имею ввиду юг, прорыв российских войск из Крыма, там, где они зашли нам в тыл, там мы вынуждены были отступить, чтобы наши войска не попали в окружение. А там, где они не смогли, где мы остановили их наступление, и они не смогли зайти к нам с тыла, то по сей день, по сегодняшний день, линия обороны находится на тех рубежах, на которых она была зафиксирована в 2014 году. Поэтому я думаю, что заметив накопление российских войск на нашей территории, в районе Донецка и Луганска, естественно, мы бы подготовились. Это раз. И второе, там фактически российским войскам пришлось бы прорывать укрепрайон. Они не готовились к полноценной войне. Они рассчитывали на блицкрик, на незначительное сопротивление вооруженных сил и на практически полную поддержку со стороны граждан Украины. Вот на что был основной упор. Поэтому думаю, что с Донбасса вряд ли бы они смогли. Мы смогли бы устоять, это было бы, конечно, тяжело, но мы смогли бы устоять и подготовиться. Соответственно, совсем другое было бы отношение к накоплению вражеских сил на нашей территории. Ну а если бы из другого направления, они с любого другого направления пошли бы вот одним ударным кулаком, то да, скажу, что Киев мог бы не выстоять. Мы были не готовы к тому, чтобы удержать город, если бы они пошли вот как псы-рыцари, свиньей там построились и пошли. А так как они распорошили свои силы, да, мы смогли отстоять в том числе и город Киев. Несмотря на прорыв с двух практических направлений, на прорыв к Киеву и со стороны Ирпеня, и со стороны Вышгорода нам удалось удержать ситуацию под контролем, отбить все прорывы российских войск. Сегодня утром в новостях сказали, что нет, ранее анонсировано армией РФ наступление на юге Украины. Они стали в оборону. Ранее Вы говорили, что возможны два варианта действий. Либо они пойдут в наступление, либо сядут в глухую оборону. Сейчас они в обороне. Возможно ли в таком случае, что наша украинская армия освободит Херсон, или при обороне это будет сделать сложнее? Это будет сделать дольше. Вот так я скажу. Но смотрите, у россиян осталось, на мой взгляд, субъективный взгляд, понятно же, на мой взгляд, россиян осталось одна неделя для осуществления наступательной операции на юге Украины. Объясню почему. Потому что они сейчас создали группировку, примерно в 25 тысяч военнослужащих, до 30 батальонно-тактических групп, создали такие наиболее наступательные части. Хотя тоже сомнительно, потому что они почти не заводили новых частей с территории Российской Федерации. То, что они завели с территории Российской Федерации, сегодня находится где-то там в районе Мелитополя и в районе Перекопска. И еще топчется пару батальонно-тактических групп в самом Крыму. Но мы их не пустили. Они хотели заехать, мы начали громить эшелоны. Помните, да, вот на прошлой неделе мы громили железнодорожные станции, один эшелон в дребезге, а один эшелон загорелся, начал детонировать, но как-то там сумел уползти на территорию Крыма. Вот. То есть свежих войск мы на правый берег не пустили. Все войска, которые зашли на правый берег, это потрепанные войска. По воздушно-десантным войскам, которые они там накопили, в районе 7 тысяч, все, что есть десантное, я вам говорил об этом, они там накопили. Я вам скажу так, что если подходить с серьезной оценкой качества вот этих воздушно-десантных войск, заведенных на правый берег, то я бы скептически отнесся к их боевым качествам. Почему? Потому что тот состав десантников, который высаживался в Гастомеле, там кто-то мне в комментариях написал, что откуда взялись, ну типа по это самое, по ерничали в том плане, что откуда же взялись российские десантники, если вы их всех перебили в Гастомеле. Мы в Гастомеле перебили вашу элиту. Ту, которая была обученная, она натасканная, которая могла выполнять какие-то боевые задачи. Мы их перебили. Сегодня те десантники, которые сидят на БМДшках, на Криворожском направлении, это не те десантники. Это те, кто подписал контракт и пошел сегодня воевать. Вчерашние десантники. Они либо уже давно забыли, либо их вообще взяли из других родов войск, чтобы укомплектовать части десантных войск, и поэтому называть их десантниками, я не удивлюсь, что там среди этого личного состава есть люди, которые даже с парашютом ни разу не прыгали. Потому что их комплектовали уже после того, как они понесли огромные потери. Огромные. Под Харьковом, под Киевом, в Василькове, в Гастомеле, на других направлениях. Вот о чем речь. Поэтому качество их, как десантных войск для штурма, может быть, и не соответствует требованиям, как к десантным войскам. Поэтому их, может быть, и они собирались их использовать, как обычную пехоту, посадив в окопы. Вот для десанта, для обученного десанта, это было бы смерти подобно. Для этого десанта вполне возможно, что они будут воевать. Но само название воздушно-десантные войска, само название, что они там ударная, наступательная часть вооруженных сил России, оно должно было вселять в нас страх и ужас. Так вот, по поводу разгрома группировки, у них осталась неделя. Почему неделя? Потому что мы, не останавливаясь ни на минуту, мы продолжаем плановое уничтожение всей логистики и материальных запасов этой группировки. И если они потянут еще неделю и не перейдут на вступление, а все-таки будет садиться в глухую оборону, то мы их просто будем перемалывать методично, планомерно будем перемалывать, начиная с тылов. Сначала уничтожаем системы ПВО и управления, пункты управления, подключаем еще к нашей реактивной артиллерии авиацию и выносим склады с горюче-смазочными материалами, с боеприпасами. А мосты мы уже подправили и постепенно будем подправлять. Буквально последние сутки Антоновский мост, то есть никакого ремонта уже не будет там. Горит эта техника ремонтная на мосту, догорает, на утро еще догорало. Мы контролируем мост и наносим ему поражение, понижая его грузоподъемность через шлюз Каховской ГЭС. Мы Дарьевский мост там, ждем сейчас подтверждения, есть информация, что и по Дарьевскому мосту были удары, а через Ингулец надо как-то переправляться. Танки тонут без понтонного моста. Понтонный мост вдоль Антоновского навести не удалось. На том пароме из двух или из трех понтонов, которые они там сварганили, много не навозишь. Он не представляет для себя сегодня там существенного по грузообороту существенной угрозы для нас. Но если надо будет, мы его утопим. Так что группировка фактически замкнута. И если они не предпримут до конца недели наступательные действия, значит мы ее будем уничтожать и дальше все пойдет в плане подготовки контрнаступления. То есть мы его немножко отложили. Наше контрнаступление. Вот такая вот примерная ситуация на сегодняшний день на правом берегу. Обращаю внимание, это только касается правого берега. На остальных направлениях ситуация немного другая. Хотелось бы узнать такой момент. Говорят, что если будет перемирие, то Россия будет готовиться к новому удару. Однако, как он может это делать, будучи под санкциями? Ведь если верить публичным источникам, экономическая ситуация в России ухудшается с каждым днем. Да, Россия будет готовиться. Вот тут надо понять ментальность Российской Федерации. Они будут лаптем щи хлебать, они будут затягивать, правительство будет говорить, надо затянуть пояса, и они будут затягивать пояса. Но проклятых пиндосов вместе с укропами они готовы будут идить и убивать. Поэтому, к сожалению, так. Вот в этом их... Они приедут на старых танках, они приедут на Т-34 приедут, но все равно они приедут воевать. Вот поверьте, в этом пока не будет нанесен серьезный военный разгром на поле боя, до тех пор мы их не остановим. Вот. Или пока население не проснется, но я не знаю, сколько надо, чтобы пришло гробов в Российскую Федерацию, чтобы люди очнулись и поняли, что они ведут захватническую войну, они ведут, проводят геноцид против нас, как против нации украинцев, против нашего государства, против его существования. и мы не хотим, чтобы они нас освобождали. Нас не надо освобождать, мы свободная страна, мы свободная нация. Мы жили в свое удовольствие, метались тут со своими проблемами внутренними, определились, что мы идем на запад, а не на восток. В цивилизованный мир, в демократический мир они пришли нас освобождать. От чего? От демократии и свободы? Одев на нас кандалы, они считают, что они нас освободили? Вот пока они этого не поймут, но я не думаю, что такое прозрение может наступить. Не знаю, какой надо совершить подвиг Геракла, для того, чтобы российское общество начало понимать, что мы их не ждем, мы их не звали, и они нам здесь не нужны, абсолютно. Поэтому вопрос, они армию будут собирать все время, это надо понять, что они будут собирать армию, пытаться собрать любую, хоть, я еще раз повторюсь, на танках Т-34, они с красными знаменами, они серьезно, они приедут сюда и будут пытаться здесь вести боевые действия против тех современных вооружений, которые есть у нас. Это раз. А вот экономическая ситуация может, кстати, послужить триггером, который встряхнет общество. Ну, например, ситуация в той же угольной промышленности, по оценкам аналитиков, в том числе и российской, кстати, не только западных. К концу августа наступит коллапс в угольной промышленности, она будет вынуждена остановиться, потому что Европа прекращает с 1 сентября закупки российского угля. И куда его девать? Кто будет оплачивать труд шахтеров? Уже даже сегодня есть информация, что в карьерах и на шахтах предлагают людям уволиться с выходным пособием, получить 2-3 зарплаты и уволиться. Потому что уже проблемы с выплатами зарплат, и они будут усугубляться. А к концу месяца отрасль надо останавливать. Перебросить продажи в Китай? Так вы и так в Китай продаете. Китай просто не может принять больше угля, чем вы ему продаете на сегодняшний день. И так будет во многих областях, не только в угольной. Так же будет в металлургии, так же будет в химической промышленности. Сегодня Россия уже вынуждена прикручивать кран газовых скважин. А газовую скважину технологически нельзя закрывать, потому что она закоксовывается и надо бурить новую. Нефтяную можно, а газовую нельзя. А куда девать газ? Сегодня газ выжигает. На Ямале горят факела, выжигает газ, чтобы не закрывать скважины. Потому что его девать некуда. А кто не качает газ в Европу? Газпром. Кто дал распоряжение? Путин. Прекратить поставки газа в Европу по газопроводу Северный поток-1. Вот действительно ситуация ухудшается и чем дальше в лес, тем больше дров. Дров Российская Федерация наламывает с каждым днем все больше и больше. Ну и на фронте я так понимаю, что отказ от наступления, если действительно они откажутся от наступления, это будет означать, что все, они сдулись окончательно и дальше теперь можно их просто начинать громить и потихонечку выдавливать с нашей территории. Скажите, то, что огонь артиллерии ведется в основном ночью, это связано с тем, что перегрев стволов происходит быстрее? И если это так, то в холодную пору года огонь перейдет в дневное время? Нет. это не связано с перегревом стволов. Ствол нагревается, да, в холодное время, в суток он нагревается медленнее, в жару он нагревается быстрее, потому что его общая температура, но поверьте, температура в 20 градусов не имеет того значения, которое влияет на живучесть самого ствола. Кстати, в зимнее время первый выстрел называют прогревочным для ствола, для того, чтобы немножко его прогреть, чтобы он чуть-чуть нагрелся, и уже начиная со второго ведут огонь прицельно под тем целям, которые определили. Огонь ночью ведется, это называется беспокоящий огонь. Это вот, кстати, то, что я говорил, что в период между атаками, почему мы не атакуем, что надо отдохнуть и перегруппироваться и противнику, и нашим войскам, но артиллерия и дежурные расчеты ведут стрелковый огонь и артиллерийский огонь по противнику, и он ведется постоянно. Как днем, так и ночью. Прилеты идут все время, а ночью это еще называется беспокоящий огонь, для того, чтобы не дать отдохнуть личному составу. Поэтому позиции противника беспокоящим огнем обстреливаются на протяжении всей ночи. Если предпринимаются какие-то атаки или вылазки ночные, то тогда огонь ведется на всю мощь артиллерии, которая привлекается к выполнению этих огневых задач. Расскажите про гиперзвуковые ракеты Циркон. В России заявляют, что эти ракеты в ближайшее время поступят на вооружение в их войска. Чем это чревато? Благодарю. Да, действительно заявлено, что ракета Циркон, гиперзвуковая ракета Циркон должна поступить на вооружение вооруженных сил России в 2022 году. То есть в текущем году. Но это не говорит о том, что завтра их появится 100-200 тысяч штук. Нет. Промышленное производство этих ракет на сегодняшний день не начато. Есть выпуск партии ракет для проведения испытаний. Это противокорабельная ракета гиперзвуковая. По идее она должна развивать скорость до 10 махов. Хотя в своих выступлениях и тех мультфильмах, которые показывал нам президент Путин, ракета извините, надо питание аккумулятор подсел. Так вот в тех мультиках, которые показывал Путин, всегда выступая перед федеральным собранием. Там говорилось о том, что она до 17 22 маха должна. 20, 22 маха, я помню, такие цифры звучали. Реально они говорят, что она 10 махов. Так заявлено в тактико-технических характеристиках этой ракеты. Но для этого это противокорабельная ракета, которая поднимается на очень большую высоту и развивая такую скорость якобы падает на цель. За счет того, что она развивает гиперзвуковую скорость, ее на нисходящем участке траектории вроде как практически невозможно перехватить. По идее она должна окутываться плазмой, а сквозь плазму эфирные волны, то есть радиолокационная станция не видит. Но при этом система управления неизвестна, как будет работать. Поэтому посмотрим, что с этим церковным. Он кстати на сегодняшний день насколько я понимаю еще не закончено государственное испытание. И поэтому дата приемки его на вооружение в 22 году может быть перенесена и на 23 год. Видите как работает пропаганда? Мы в ближайшее время поступят на вооружение. Примут на вооружение. Вот игра слов. Просто игра слов, что примут на вооружение. На вооружение можно принять много чего, но главное чтобы было производство, чтобы промышленность работала и выпускала эти ракеты. Она их на сегодняшний день не выпускает. Испытания этих ракет на сегодняшний день не закончены. Так что пока... А, еще один такой нюанс. Они даже Российская Федерация на сегодняшний день с этими ракетами не может точно сказать на какую дальность они летят. В разных источниках дается разная характеристика. От 400 до 1000 километров. На сегодняшний день допустим в российской Википедии написано около 500 километров дальность поражения цели. То есть до выражения пусть принимают. На бумаге ну как обычно в Российской Федерации на бумаге все хорошо все принято. Так что не переживайте завтра массовое производство точнее массовое поступление в войска вместо ракеты гранит противокорабельной не начнется. Может ли Корея вступить в войну с Украиной на стороне России? Ну гипотетически наверное да. Гипотетически. Но реально я думаю что навряд ли. Дело в том что Корея надо понимать что этим анклавом в основном управляет Китай. Китай кормит Корею. Да Россия дает какое-то вооружение дает технологии и видимо помогает еще деньгами. Скорее всего именно благодаря этому Корея может какие-то заявления делать в поддержку России. Кстати информация о том что Корея дает Российской Федерации 100 тысяч добровольцев которые завтра приедут и начнут воевать на стороне Российской Федерации не подтвердила. До сих пор нет никаких официальных заявлений и никакого движа и российские СМИ уже эту тему практически закрыли. Забыли. Новость прозвучала и ага. То есть ушла в небытие, ушла в архивы, ушла в историю. Поэтому я не думаю, что Китай сегодня хочет... Видите, как Китай пошумел, пошумел, да, обидно им, досадно, как пел Высоцкий, ну ладно. И даже учение закончил вокруг Тайваня. Тайваня. я не думаю, что Китай сегодня заинтересован, чтобы Корея прекратила свое существование. А вступление Кореи в войну на стороне России может повлечь за собой решение корейского вопроса в плане ликвидации самого вот этого северного образования, точнее, так, политического образования на севере Кореи. Поэтому Китай очень заинтересован, чтобы Северная Корея была ручная, управлялась и выпускает ее с поводка только тогда, когда Китаю это очень надо. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то угроза или под этим вопросом есть какая-то политическая или реальная подоплека. Последние дни ни одного сбитого российского вертолета или самолета. Это результат атаки россиян только с дальних дистанций или они вообще какую-то новую тактику применяют или стингеров в УСУ попросту мало осталось. Нет, так а почему стингеры? У нас игла еще есть, у нас стрела есть, так что у нас есть средства ПВО. Мы сейчас бримстоуны к нам пришли, гепарды к нам пришли. Они боятся залетать. Они уже отрабатывают по нашим позициям с дальних дистанций. Помните, я рассказывал вам, что вертушка сзади позиции российских войск, вертолет зависает, задирает нос и отстреливает Нурсу. На такой навесной траектории, на глаз, примерно так, на глазок, положил Нурсы, развернулся и ушел. Все, вот именно поэтому, что они пытаются максимально не заходить в зону поражения средств ПВО, который имеется у нас на переднем крае. Так что, именно по этой причине. В воздушное пространство Украины они не заходят вообще. Это вы уже заметили, с мая месяца, даже с конца апреля российская авиация в небе Украины не появляется. Они, стратегические бомбардировщики, больше в акваторию Черного моря не гоняют. Они пускают пуски ракет с акватории Каспийского моря. То есть, они там из Энгельса взлетели и над морем отстрелялись Каспийским, тут же развернулись и приземлились. Так что, тут именно вопрос не отсутствия оружия, а вопрос боязни российских летчиков и военного командования Российской Федерации выпускать самолеты в зону поражения наших средств ПВО. Расскажите пожалуйста об Ирисах, которые обещают поставить Германию. В чем их сила, каковы возможности и как это может помочь вооруженным силам Украины. Дело в том, что Ирисы могут помочь не вооруженным силам Украины, Ирисы могут помочь нам Украине для закрытия нашего неба. Чем больше их дадут, тем больше вероятность того, что мы можем более-менее гарантированно закрыть наше воздушное пространство и обеспечить себя, повысить свою безопасность от ракетных ударов Российской Федерации. Вот в чем проблема. Ирисы это противоракетная уже система и она и она может бороться со всеми видами воздушных целей. Самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и баллистические ракеты. У нее, правда, небольшой радиус действия, она до 40 километров, но при этом она довольно высокая, 360 градусов, то есть она смотрит, радиолокационная станция смотрит, головой вертит на все 360 градусов, то есть радиолокационная станция, и пускает ракету в вертикальном положении. То есть для этой ракеты не имеет значения, где находится цель. Не надо переориентировать пусковую установку или наводить пакет с ракетами в ту зону, в которой был обнаружен цель. Она пускает ракету вертикально, и дальше ракета ложится на необходимый курс для поражения той или иной цели. Вот поэтому вот чем эти комплексы и хороши. Одновременно они могут вести очень большое количество целей, и соответственно могут поражать одновременно большое количество целей. В одну батарею входит две пусковых установки, если я не ошибаюсь, на одной пусковой установке находится 16 ракет. Так что если нам их дадут, это совместная производство, разработка, точнее, не производство, это совместная разработка целой, я бы сказал, такого, в основном Германия, конечно же, но тем не менее там приняла участие и Европа. Некоторые страны Европы, есть даже вариант немецкого комплекса Ирис-Т на шведском тягаче, гусеничном двухсекционном. Помните тягач поездка Путина и Шойгу в тайгу, да, и когда даже российские паблики смеялись над Путиным и Шойгу, в том плане, что на них были меховые комбинезоны канадские, а тягач гусеничный, который их возил в тайге, был шведский. И ничего там отечественного российского не было и близко. Так вот, даже на таком тягаче есть пусковая установка комплекса Ирис. Он бы нам был очень и очень... Ну, правда, одна батарея, конечно, нас не спасет. Это понятно. Нам надо было 5-10 батарей для того, чтобы мы могли закрывать целые направления от крылатых ракет или баллистических ракет. Вот, кстати, здесь вопрос о безопасности, допустим, того же Харькова, того же Николаева, который потрепает от ракетных обстрелов, постоянных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации. Причем комплексу Ирис все равно, какую ракету перехватывать. Либо это переделанная ракета комплекса С-300, либо это баллистическая ракета комплекса Искандер. Вот в этом особенность вот этих немецких комплексов Ирис. Главный вопрос, чтобы немцы их сделали, произвели на заводе и нам передали. Вот это самый главный животрепещущий вопрос. По поводу умных снарядов вопрос. Получается, если танк уже подбитый и горит, то все умные снаряды будут попадать в него. Ведь это куча магнитного металла, да еще же плюс самая горячая инфракрасная цель. Нет. Смотрите, умный снаряд летит по координатам. Он корректируется относительно координат. То есть он не смотрит, образно говоря, управляемый снаряд не летит и не вертит головой по сторонам. Он смотрит на точку прицеливания. И если он в районе точки прицеливания видит цель, он корректирует себя так, чтобы попасть в середину этой цели. Танк, стоящий в 20 метрах и горящий, его уже не интересует, потому что точка прицеливания находится на другом танке, на соседнем. Вот примерно так можно обрисовать. Поэтому не является. И точно так же дроны камикадзе, которые самонаводящиеся, они идут только на ту цель, которую им указал оператор. горящий танк или рядом стоящий танк он выбирает приоритетную цель. И рядом стоящий танк не является для него помехой или отвлекающим маневром на цель. Кстати, вот в качестве примера приведу тепловые ловушки, которые отстреливают вертолеты и самолеты, для того, чтобы увести в сторону тепловую ракету. Так вот температура горения тепловой ловушки в несколько раз больше температуры турбинной двигателя, сопла двигателя, которое на выходе. Это раз. И второе, тепловая ловушка отстреливается от самого самолета. И ракета просто из-за температурной, большой температурной разницы автоматика ракеты начинает сопровождать более яркую тепловую цель и таким образом уводится от самолета. Если танк будет отстреливать тепловую ловушку, да, вполне возможно, что так сработает самонаведение. Но у ракеты, которая идет на воздушную цель, у нее нет координат этой цели. И она ориентируется исключительно по тепловому сигналу, по излучению. А у снаряда, который идет на танк, у него есть координаты этого танка. И поэтому он падает именно в этот танк, не отвлекаясь на соседние. Какие у нас средства ПВО были на время вторжения? И подскажите в первые дни вторжения во время ракетного бомбовых ударов по территории всей Украины, что уничтожили из нашего вооружения ПВО? Авиация и так далее. Слышал, что ЗРК С-300 были выведены из строя. Правда ли это? Смотрите, у нас были разные комплексы. 125-е, и 300-е, причем 300-е были в самых разных разновидностях в системе ПВО страны. Про авиацию я уже рассказывал. Ее не было на аэродромах на момент нанесения ракетно-бомбовых ударов Российской Федерации. Таким образом мы ее спасли. Что касается нашей системы ПВО, то видите, я же вам рассказывал вариант, что Путин отказался, а лично Путин принял решение отказаться от этого массированного ракетного обстрела Украины на протяжении полутора месяцев. Путин предпочел сразу вторжение вместе с массированным ракетно-бомбовым ударом. А так как война вся строилась по принципу Блицкрига, что ребята, быстро доедем до Киева, постреляем чуть-чуть и все, подпишем капитуляцию и проведем парад на Хрещатике под красными знаменами и огласим про создание СССР-2.0. Соответственно, и ракетно-бомбовый удар, первый, который сопровождал, он должен был быть массированным, он должен был длиться несколько часов поэтапно, уничтожая наши системы ПВО и авиации. Не подавив систему ПВО противника, это было самоубийство лезть в его воздушное пространство. А Россия именно так и поступила. Они нанесли ракетно-бомбовый удар, часть целей подавили, да, мы понесли потери, точно даже не могу сказать, но очень мало, меньше 30% мы понесли потери в системе ПВО страны. Поэтому нам удалось довольно быстро восстановить работу этой системы и начать сбивать российские самолеты. Посмотрите, какие потери, вернитесь уже в исторические хроники марта и апреля, и вы посмотрите, какое количество авиации, российской авиации мы положили на территории Украины. Только благодаря вот этой вот, а ладно, так сойдет, сейчас сжахнем один раз, все, они быстро испугаются, разбегутся. А мы не испугались и не разбежались, мы быстро собрали в кучу все, что осталось, восстановили, видно выло, восстановили систему управления ПВО страны и начали потихонечку наращивать свои усилия, потом получили там усиление в виде комплексов С-300 от наших стран-партнеров, потом получили усиление там еще в других видах этих самых средств ПВО, и соответственно на сегодняшний день, какой на сегодняшний день, в конце апреля мы закрыли небо Украины для российской авиации. Для российской авиации мы полностью закрыли небо Украины, ну за исключением зоны боевых действий. Там у них было господство, а сейчас это господство постепенно уходит. И чем дальше, тем больше уходит это господство в районе даже активных боевых действий. Мы даже научились сегодня справляться с ракетами. нашей системой ПВО мы сбиваем ракеты Российской Федерации. И чем дальше, тем наращиваем все больше. А сейчас, если нам дадут системы ПВО, то, соответственно, небо мы закроем. Так что, да, потери мы понесли, а без этого невозможно. Видели мы видео и фотографии, как горят наши радиолокационные станции стационарных систем ПВО, как горят пусковые. это было в первую неделю войны. Но потом, в принципе, ситуация выровнялась и сначала ПВО научилась защищать в первую очередь саму себя, а потом начало уже защищать наши города и территорию Украины. Так что, вот так вот все живет и работает члены Мерла Украины. Не дождетесь. Ну, на этом разрешите закончить сегодняшнее видео, не буду больше отвлекать вашего внимания, поэтому еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось, распространяйте ссылки на это видео, чтобы можно было, чтобы его могли увидеть как можно больше людей, подчеркнуть здесь какие-то знания, что-то мне подсказать, что-то высказать в комментариях, я вижу, вы активно общаетесь, очень большое вам за это спасибо, вот, ну и также поблагодарить спонсоров и канала, и тех, кто поддерживает канал, благодаря вашей поддержке канал существует, я могу записывать эти видео, большое вам за это спасибо, ну а мы с вами продолжаем верить в вооруженные силы Украины, перемога будет с нами, слава Украине. Спасибо.